IT-сферы очень интересные и высокооплачиваемые, делятся участники 6-го областного открытого турнира робототехники RoboFest. Для каждого из них вопрос их профессионального будущего решен. Каждый хочет стать программистом, ведь это то, что вдохновляет и привлекает с детства. Я занимаюсь роботом около 3-х лет. Влад? Я также около 3-х лет, даже можно сказать, даже около 4-х лет я занимаюсь робототехникой. Привлек меня, когда я однажды шел на улицу, мне привлек плакат. Я с детства любил вообще робототехнику, и однажды увидел плакат с рекламой вот этой школы, и сразу решил, что это моя судьба. В детстве я любил смотреть мультики про роботов, поэтому, когда к нам в школу пришли и прорекламировали робототехнику, я сразу решила записаться. IT-сферы очень доступные и... Высокооплачиваемая работа. Да, это главное. Турнир робототехники настолько масштабен, что расположился на двух этажах Дворца культуры профсоюзов. 35 команд, в составе которых около 80 участников из разных регионов области, собрались, чтобы показать результат своей кропотливой работы и проверить силы. Возраст юных программистов варьировался от 10 до 17 лет. Мы подбираем детей на республиканские, международные конкурсы, представляем Брестскую область на международных соревнованиях. В том числе. Естественно, нам нужно отбирать детей, смотреть, как они участвуют, как проводятся соревнования, брать их, вести по жизни, натаскивать на конкурсы, на задания, на сложность, на известность, чтобы они не боялись выступать. Для этого мы проводим подобные мероприятия областного уровня, городского уровня. Турнир включает соревнования в категориях «Мобильная робототехника, робот, собранный самостоятельно» и «Робототехника Лего» с несколькими возрастными группами. Роботов оценивали в зависимости от их категории и от скорости прохождения трассы. Просто так выиграть здесь невозможно. Предшествует очень большая работа подготовительная, предшествуют очень большие тренировки, не только ходовой части, но еще и программной части роботов, которые дети сами пишут программы. Ну и, соответственно, итоги вы видите. У кого-то получается, у кого-то не получается. За шесть лет у нас уже сформировались, скажем так, районы-чемпионы, но юные участники их теснят. Турнир с каждым годом становится сложнее. Задания формируются на основании опыта международных конкурсов, но это не пугает участников. В каждой номинации выбрали победителя, который представит регион в соревнованиях республиканского уровня.